На Донбассе сегодня без потерь. Боевики с начала суток открывали огонь пять раз и в каждом случае получали адекватные ответы от украинских армейцев. Обстрелы сейчас ведутся на двух направлениях, в Донецком и Мариупольском, а в Марьинке активизировались вражеские снайперы. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. Особенность этой территории в том, что она вся просматривается боевиками. В цели безопасности и чтобы обмануть вражеского снайпера, украинские военные каждый раз умудряются проложить новые маршруты подхода к своим позициям. Это окраина Марьинки. До войны госпиталь для ветеранов. Теперь сплошные руины. Украинские военные и боевики здесь фактически смотрят друг другу в глаза. Правда, наблюдать за противником в открытую из разбитых окон рискованно. Даже малейшие отверстия в стене простреливают вражеские снайперы. Реагируют на тени. Поэтому в помещении и днем мрак. После бойниц не ходите. Снайпера работает. Выстрел пришел сюда. Я рядышком стоял. Это ночью, где-то часов 12. Просто выстрел и удар. Пошел от стен. Огнивые точки боевиков в укрытии. Вот там у них блиндаж. Но снайпер, говорят военный, нашел себе место едва различимое в помещении. Предположительно оттуда и стрелял по Сергею. Это конезавод был. Пролом. Там может быть, видите, ящики какие-то там стоят. Снайпер был раду. Да, он может сменить позицию. Неизменной остается и тактика боевиков выманивания. Так называемая охота на живца. У нас какой-то кулеметник провокирует их. Просто стрелец. А снайпер тем временем лежит и ждет, когда кто-то из наших спал. Были мешки. Тупо прилетело. Это уже последствия ночного обстрела боевиков. Выстрелом из РПГ российские наемники разнесли окно, заложенное в несколько рядов мешками с окаменелой землей. Группа пришла. Подошла к забору. Спокойненько вышла. Ира отработала. Отработала с РПГ и потом, получается, они ушли. И пара чердей с ПКМ. В основном маленькая группа действует. Подходят вплотную из-за бетонного забора, показывает лазейки врага Анатолий. В основном ночью забрасывают гранатами. Но сегодня открыли огонь среди дня. Пока изучали последствия ночных атак, по рации передали. От разрыва гранаты ранение получил боец на соседней позиции. Ирина Баглая, Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.